5 февраля прошёл единый день приёма граждан по всему краю. Представители пенсионного фонда совместно с партией «Единая Россия» рассказали, как будут рассчитывать пенсию согласно нового законодательства и для чего нужны баллы. Подробности в сюжете Екатерины Князькиной. 5 февраля по всему краю прошёл единый день приёма граждан совместно с партией «Единая Россия». Задать вопросы мог любой желающий. Основная цель приёма состояла в том, чтобы рассказать будущим пенсионерам, из чего состоит пенсия и основные принципы её начисления по новому законодательству. В большей степени эта информация предназначена для молодого поколения, для людей, которые только начинают свою трудовую деятельность. Это касается всех, да, потому что вот уже пенсионеры, которые в настоящий момент являются пенсионерами, мы с 1 января все страховую пенсию перевели в баллы. В будущем мы будем конвертировать в баллы также страховые взносы всех работающих граждан. И уже при выходе на пенсию, ну, там у нас программки, и будем уже по баллам именно считать. Жители задавали самые разные вопросы. Касаемо новой пенсионной формулы, тарифа страховых взносов, много вопросов задают по программе софинансирования. Сегодня страховой стаж в большей мере определяет не размер, а наше право на пенсию. Начиная с 2015 года, на каждый год будет добавляться требуемый стаж. До этого момента требовалось всего 5 лет стажа, чтобы спокойно можно было уйти на пенсию. По новому законодательству, к 2024 году человеку нужно будет иметь 15 лет страхового стажа. Работодатель платит 22% на пенсию. 6% мы все платим солидарно. То есть мы сейчас обеспечиваем нынешних пенсионеров, мы работающие. А 16% мы откладываем на свой счет. То есть с НИЛС, зелененькая пластиковая карта у всех есть, на этот счет идут наши 16%. Выбор зависит в этом году. То есть 14-й год уже прошел, еще есть 15-й год, когда молодое поколение, ну и не очень молодое, которое готовится выйти на пенсию в ближайшее время, в этом году должны определиться, будет у них накопительная пенсия или нет. То есть 16%, из которых состоит наша пенсия, делится на 10 и 16. Мы можем 10 определять себе страховую часть и 6 накопительную. С заявлением нужно обратиться в этом году в пенсионный фонд. И выбрать, что мы хотим. Все 16 страховую мы хотим создавать пенсию, да? Или мы хотим 10 страховую, 6 накопительную и впоследствии получать накопительную часть. В этом году всем нужно сделать выбор. Страховая часть ежегодно индексируется, а накопительная не увеличивается. С этого года в пенсионном законодательстве немало еще положительных изменений. Так, теперь можно получить баллы за социально значимые периоды жизни, которые включаются в стаж. Это уход за пожилыми людьми, инвалидами первой группы, детьми-инвалидами, служба в армии, отпуск по уходу за детьми. Таким образом, пенсия для каждого отдельного человека будет рассчитываться индивидуально. Все интересующие вас вопросы вы можете задать в отделе пенсионного фонда нашего города.